И сейчас он с нами, кстати, на прямой связи. Это Анжелика Лучинкина, доктор психологических наук. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Анжелика Ильинична. Вот у нас вопрос назрел к вам. Как же не впасть в депрессию во время самоизоляции? Потому что она уже подзатянулась, и некоторые люди уже перезанимались чем всем, чем угодно, и уже не знают, что же делать дальше. Вы знаете, я думаю, что прежде всего нужно разобраться в причинах этой, ну, может быть, не депрессии, а стресса. Потому что стресс переживают практически все. Просто у разных людей он выражается по-разному. Кто-то более адаптивен, и поэтому он быстро преодолевает стресс, связанный с самоизоляцией. А кто-то застревает в этом стрессе. Вот, на мой взгляд, есть несколько причин, из-за которых этот стресс может задержаться. Первое. Это пугает самоситуация, связанная с распространением болезни. И тут два пути. Первый и второй. Первый. Когда страшит неизвестность, связанная с ситуацией. Что для этого нужно делать, чтобы избежать вот таких страхов? Но прежде всего читать литературу из проверенных источников. Раз. Не стараться искать все подряд, что об этом говорят знакомые, кто видел, что слышал. То есть только проверенные источники. А позвонить знакомому врачу, если он есть, уточнить ситуацию, получить рекомендации. С этим же связан страх заразиться. Но тогда сама самоизоляция, и меры предосторожности, и меры региены нам в помощь. То есть это первое. И вот здесь страх снижается. Если вдруг не получается, хотя такое бывает редко, когда выполняешь все меры предосторожности, но что, тогда обращение к психологу. Это естественный процесс, и в общем-то поговорить, посоветоваться можно. Еще одна причина вот такой самоизоляционной депрессии, стресса, это усталость от детей и других членов семьи. Ведь мы не привыкли так много общаться со своей семьей, находясь на работе. И тут на тебе, и дети с уроками, и родители, и старшее поколение, которое может находиться рядом в таком большом количестве. Тогда нужно понимать, какие задачи ты перед тобой ставишь. Нету такой задачи у каждого человека развлекать всех находящихся рядом. У каждого есть свое дело. И вот здесь очень важно понимание того, что я не должна быть развлечением для всех остальных. У меня есть свое дело, у моих детей есть свое дело, у моих зрелых родственников есть свое дело, и мы каждый занимаемся своим делом. Я не несу ответственность за развлечения целые сутки своей семьи. Это очень важно, потому что если на себя возложить такие обязанности, то депрессия будет, вероятно, затяжная уже и после. Еще одна причина. Когда ты ничего не успеваешь делать, много дел начато, а ты не успеваешь их завершить. И вот здесь, мне кажется, необходим такой режим дня, расставление приоритетов. Это уже к личному тайм-менеджменту каждого человека. Что я хочу сделать в этот день? И не учитывая предыдущее, у каждого есть свое дело, пока я не выполню вот это, я другим не занимаюсь. Если я могу выполнять несколько дел одновременно, при каких условиях я могу это делать? Ну, прежде всего, распределяем все дела в одну, в разные группы по приоритетам и срочности, да? А потом составляем план по их реализации. Если уж забываем, пишите и на стену вывешивайте. Однозначно поможет. И, наконец, еще одна причина, которая связана со скукой в замкнутом пространстве. Но не привыкли мы сидеть дома так долго, не общаясь с коллегами, не общаясь с друзьями, не имея никаких физических контактов со своими близкими и родными подружками. То есть, как это не обняться, за руку не подержаться, щечку не чмокнуть? Что делать? Семьи мало, они вот здесь есть, и мы уже все предыдущее перераспределили. И дела у них есть, и у нас дела, а без общения-то как? Я же не слышу подтверждения и не вижу, что я нужна, что я социально востребована. Психологи предлагают увеличить количество телефонных звонков, общение, расширить свое общение в социальных сетях. Анжелика Ильинична? Да. Ну, в общем, подытоживая наш разговор, все-таки нужно что выделить? Нужно правильно себя настроить, ход мыслей своих, и научиться правильно распределять дела, занятость, правильно распределять свое время. Так я понимаю? Правильно? Это одна из причин, о которой мы говорили. То есть, в принципе, один из путей именно такой. К сожалению, время нашего разговора строго регламентировано, и оно уже подходит к концу. В общем, настоятельно рекомендую всем крымчанам к этим советам прислушиваться, потому что какое-то время все-таки в самоизоляции нам придется еще просидеть. Ну, а вам огромное спасибо. Телезрителям напоминаю, что это утро вместе с нами встречала Анжелика Лучинкина, доктор психологических наук.